друзья всем привет очень давно не записывал вам видео так как глобальный ремонт перестройка дома идет не хватает времени и уже неоднократно подписчики писали показать что там происходит садом я с прошлой зимы вам его не снимал что как вышло из зимы как подросло сейчас раннее утро только проснулся у нас был небольшой заморозок на почве минуса не было но такой и не на крышах вот пока раннее утро ветра нет солнце рассеянная сейчас покажу что и как у меня подросло видео получено затянут поехали начнем на 1 улице так серый шоу блять очень-очень подрос кипарис аризонский сейчас я подберу правильный свет это однозначно одно из самых моих любимых растений за это лето прирост на сантиметров на 70 среднем в год прирастает на 70 сантиметров думаю неплохо подросла пальма на улице в этом году как зимовка была в не очень комфортная в моих новых укрытиях поэтому она очень хорошо перезимовала часть листьев последний за моими видео я поджарил неправильным тепловентилятором потом исправил мы уже было поздно но сейчас на данный момент идеально от репетировано укрытие эти листья которые поджарились чуть-чуть у меня я обрезал и вот отросли новые такие красивые что в этом году максимально комфортная зимовка будет у этой пальмы по стволу нора приросла сантиметров 15-20 не сильно много но я хочу ее сдерживать поливом буду теперь минимум поливать так как она хорошо уже укоренилась хорошо растет напомню кто не видел видео как я ее садил садил я ее если память не изменяет феврале даже в сочи не пересаживают тем более с открытой корневой системой пальмы я доказал что это можно сделать так как сделан подогрев корней этой пальмы и она прекрасно прижилась несколько лет конечно она тормозила просто так как ком был сильно обрезан при посадке корни сильно пострадали но тем не менее даже такой крупный экземпляр с открытой корневой системой очень хорошо прижился и отлично сейчас растет парис под этим ракурсом свет на него правильно падает вот так вот вырос магнолию сильно поломали в этом году мне несколько раз приходил видимо один и тот же человек ночью и обламывали сильно ветки на ней видимо кто-то пытался и черенковать но так вот она теперь плачевно выглядит несколько ночей подряд и и долбили конкретно вот еще я переудобрил ну теперь такие последствия на новых листьях видите она сильно страдает поехали дальше так что у нас на улице калина морщиниста листная отлично подросла тоже перри пересаживала его в жару с открытой корневой системы и таким крупным экземплярами за этого сильно тормозила она сейчас все укоренилась очень выносливое растение оказалось какие семена завязывает можно сеять семенами в принципе очень классное растение очень красиво зимой выглядит летом обалденно весной цветет очень красиво вот дарил когда-то картодерию соседям видите какие метелки у нее насадил по всей улице очень много картодерии но цветет только это и обильно остальные картодерии вот еще одна растет вот она не цветет совсем и моя картодерия тоже самое не цветет по улице их очень много я посадил на штук десять и вот выпускает метелка только одна почему-то не знаю почему вот магнолию садил соседям хорошо приросла в этом году прям за два года выросла очень сильно окно тут все так подросло неплохо уже славра вишни сформировалась в принципе неплохая живая изгорать на следующий год думаю уже будет максимально плотная вот кипарисовики неплохо подросли тут супруга формирует спираль вот такую с туисмарагт вот уже такая за второй год стрижки такая изящная получилась калина давида вот так пострадала приехали родители собирать орехи накрыли полиэтиленом было очень жарко и так вот она подгорела очень она мне нравится к сожалению так она пострадала надеюсь восстановится классное растение так вот выглядит час арк полностью заросла плющом выглядит максимально круто вот мой самый любимый плющ про который я уже неоднократно неоднократно рассказывал вот он зиму начинает вот так краснеть летом у него стволы не такие красные а такие желтоватые от зиму они начинают так краснеть и выглядит зимой максимально красиво вот он наконец-то хорошо укоренился начал неплохие приросты давать сорт какой-то там gold если кто-то будет искать сейчас точно название он не вспомнил короче какой-то gold выглядит но на мой взгляд самый изящный из всех плющей хотя есть еще много красивых плющей но на мой взгляд самый такой колоритный вот олеандр вырос высоко уже выше трех метров до сих пор еще частично цветет вот видите еще есть остатки соцветия вот некоторые засыхают некоторые еще пытаются цвести зацвел он где-то в начале июня может конец мая очень обильно цвел я не знаю очень дебильно и вот до сих пор у него было цветение практически до самого ноября цветет это нереально круто я очень рад что посадил это растение я долго очень сомневался по моей методике очень легко укрывать и летом выглядит ну максимально колоритно максимально поэтому я очень счастлив цикос революта тоже дал один прирост этом году так как я листья у него весной не обрезал на следующий год возможно обрежу листья так как без обрезки он дает всего в среднем один прирост и за лето вот хочу чтоб шишка еще подросла у него очень большая шишка не знаю как видео вам передаст но живую она максимально широкая теперь хочу чтоб она вверх подросла неплохо для этого на весной возможно обрежу все листья у него попробую чтоб он дал две-три волны прироста с каждой волной прироста листьев у него увеличивается шишка вот таким образом мы можем разогнать его просто вот моя магнолия тоже в том году я перекормил почернела много листьев весной они опали и вот это эти все листья они выросли этой весной но в течение лета росли поэтому она немножко лысого так выглядит так что надеюсь на следующий год на растет сейчас есть немного небольшие почернению такие то есть еще часть видимо удобрения маленькие пятнышки еще действует но я нейтрализую их чуть-чуть доломитом подсыпал и пытаюсь этим нейтрализовать немножко гипсом немножко нейтрализовал еще тоже самое с кедром было короче я так понял удобрение это зло надо очень дозировано и желательно только осмокотом кормить очень плохие последствия получаются хаммеропс очень сильный дал прирост и по стволу вот такой теперь у него ствол и вот какой-то него теперь вверх он уже сравнялся со мной по высоте хотя был очень маленький магнолия альт дала тоже хорошего чем прирост такой на сантиметров до 70 некоторые редки в этом году ожидали но в основном на 1 сантиметров 50 так что у нас на этой клумбе падут неплохо прирост тоже тут у меня все такие миниатюрные растения посажены потому что там был очень маленькая вот выглядит все вот этот падук очень быстро растет посадил очень маленький буду формировать на шарик если не формировать вырастет такое неплохое деревце великолепно зимует ни разу никак не страдал вообще все падубы у меня очень классно зимуют еще есть вот такой вот падук очень красивый но очень медленно растет очень медленно так что советую приобретать конечно лучшего в крупных экземплярах их то еще от падала вот эта качеля на одного ломала здесь его обрезал вот немножко он начал пушиться вот так вот пострадал они пальмы вот так сейчас выглядят они пальмы очень неплохо приросли тоже так как в новых укрытиях моих зимуют максимально комфортно выросли очень большие стволы не знаю уже два с половиной метра у них чистыми по стволу кипарис аризонский ауре супер редкий сорт тоже дал неплохой прирост вот такие вот золотые у него прям вот не знаю насколько он свет будет попадать очень красивое растение наконец-то начал расти покупала их пострадавшие переросшие поэтому такой высокий штамп у них изначально но это с одной стороны хорошо я и планировал их формировать на штабе на высоком так что я еще даже часть веточек нижних удалю сверху нарастет очень красивая крона очень мне нравится посадил этот бересклет еще себе такой нравится мне очень такой густой хороший урожай формы в этом году очень хороший уже частично спеет собираю а куда выглядит очень много вот такой средний размер не сильно крупная но и не мелкая такая средняя хурма очень ароматная и вкусная прямо которая спеет прям мед сейчас листья когда она сбросит будет очень красиво выглядеть многие спрашивают вас там мандарина растет я говорю да мандарин потому что у нас городе ну форма очень редко встречается внизу подсадил такую аспидистру так сильно затененное место газон очень плохо растет буду под кроной хурмы в тени высаживать эти нелюбивые или тени выносливые растения вот и нандина так в тени себя хорошо чувствует стать лучше чем на солнце притяненное очень хорошо на русла вот вот никита мне подарил а у кубу такой сорт красивая мне очень нравится не знаю как перезимуть в таком маленьком горшке буду испытывать большом горшке зимует принципе неплохо мы посмотрим как будет зимовать маленьком горшке очень красивая все время забываю как называется растение но лучше него для юга точно ничего нет то есть мы посадили ранней весной но до сих пор растет очень засухоустойчиво так как является суккулентом влагу удерживает себе то есть можно не поливать даже неделю классно растет очень колоритно выглядит есть небольшие цветочки такие красненькие и вот смотрится прям великолепно посмотрите в горшках что с одной стороны что с другой вот выглядит обалденно просто всем советую году был в турции и тоже обратил внимание у них очень много растет только не в оригадных а зеленых форм садят не в горшке именно по всякие очень выносливое растение для жарких регионов так как вот я много испытывал всяких петуньи ларгоний что только не садил очень плохо растет из-за жары вот это вот самое проверенное классное растение до самых морозов будет расти вчера новую форму дафнофилума себе нашел в лето это очень редкое растение где они его нашли я не знаю вот у них сейчас продается причем цена такая прям смешная посмотрите и обратите внимание как он подписан название неправильно это дафнофилум либо волчий листник они вот видимо не знали как правильно называется волчий ягодниковым дафной это неправильно его название у меня есть другая форма сейчас покажу немножко страдает зимой вот хочу сравнить кто из них будет лучше зимовать того и оставлю на остальное пюро короче вот высажу сейчас 8 посмотрю как выйдет из зимы так мутагенез мы спрашивали как там мутагенез я весной снимал видео но к сожалению был не тот формат на камере установлен каким-то образом и я не смог он был смонтировать своей программе и показать тщательно снял но не смог смонтировать видео в этом году по 3-4 раза рентген применялся на пыльцу по 25 минут ультрафиолетом воздействовал на пыльцу там все подписано не знаю будет вам видно на видео или нет короче вот видите какие-то семена очень мало завязались соцветия это чего у нас там а это гибрид хаммеропса и еще ультрафиолет использовал но из-за того что мало семян завязалось думаю что гибрид мог не удастся а просто погрешность могла с соседних соцветий когда опылял пыльца попасть я распылителем напыляла частично могла попасть так что гибридизация возможно не получилось но я их отдельно посею буду наблюдать вот такая вторая ветка лысая следить вот она тоже самое это гибрид хаммеропса вот пыльца собиралась вот с этого хаммеропса она вовремя поспела прям вот то что мне нужно было хотя всегда он цвел намного позже трахикарпуса и вот я опылил единственное вот результат такой семян очень мало либо процент гибридизации получился незначительный но я думаю скорее всего это просто погрешность эксперимента так как после опыления защитные мешки снимал опылял боковые возможно часть пыльцы просто брызгами попала и нечаянно завязалась то есть простой пыльцы носом с облученной но не хаммеропс опылил эти соцветия ну посмотрим вот такой эксперимент много пыльцы применял всякое с разных пальм но такие результаты так юка растрата вот так вот подросла вот такой у нее теперь ствол очень хорошо растет она у меня хотя многие кто смотрел видео как я садил в чистый отсев там около куба отсева просеянного причем использовалась крупной фракции мелкой фракции нет чтоб хороший дренаж был и мне писали что она не будет там расти чистый бред видимо она тут растет еще лучше чем черноземья я ее садил практически без ствола и вот на сегодняшний день уже за два чистых лет имеем вот такой ствол очень активно растет я прям в шоке то есть у нее ствол тот который изначально был увеличился примерно 45 раз изначально за два лета очень активно растет вот так калина маленькая ваня мне дарил вот так вот она подросла тоже за два лета чистые прям очень активно растет мне очень нравится кипарис вечно зеленый дал тоже какой-то классный прирост прям все лето вообще не рос а потом во второй половине прям начал классно расти к осени вообще заметил этом году везде такая тенденция была не знаю и у родителей тут и у меня тут кипариса еще есть короче до середины лет они вообще почему-то не росли пока к осени начали давать хороший прирост сосна ильдарская подросла тоже неплохо вот так дала наверно ну тоже сантиметров семьдесят думаю прироста не меньше так как я ее активно поливаю специально чтобы она быстрее росла так вот сейчас выглядит лавровишня с горы фишт семена были собраны вот мне подарили пару пустиков вот такая вот она низкорослая из зимы выходит просто идеально нет ни одного повреждения это пожалуй наверно один из самых крепких сортов которые может быть вот по рассказом человека который мне подарил она больше полгода находится под толщей снега то есть зимует под большим покровом снег и прекрасно выходит из зимы очень выносливый сорта как растет очень высоко уже в горах так что анатолий тебе привет если смотришь это видео спасибо за лавровишня вот что тут у нас вот прошлой зимой ногоплодник пострадал так верхушка у него пострадала очень плохо отросла а боковые ветки очень хорошо наросли так вот тасмантос гашики тоже неплохо в принципе вышел из прошлой зимы хотя зима такая суровая была очень сильно мороз с ярким солнцем был неплохо вот новозеландский лен я совсем уже перестал укрывать то есть используя вот чисто весенний обрезка и вот так за лето он нарастает но когда зимой сильно страдает он в такие морозы прирост такие хиленькие слабенькие то есть изначально это мощное растение то есть по возможности я не обсыпал корни снегом так как тут густо все насажено если обсыпать корни снегом я думаю будет намного лучше зимовать видно что корни страдают и потом он такой хиленький растет относительно так вот так страдает у меня тоже вторая магнолия это сорт француза траве я уже показывал вот я прививал и тут и тут прививки она сначала активно росла тех пор пока я не дал бешеные дозы удобрений и вот она в росте остановилась в том году тоже вернее в этом скинула все листья так почернели они за лето наросли новые все классно было и вот как осень и опять начали вот так вот чернеть по краям хочу раскопать я уже частично раскопал подсыпал туда гипс чтоб нейтрализовал соли он и сейчас еще доломита хочу насыпать немножко кислотность вот вместо бамбука я посадил как мне многие советовали фатине не пожалел но конечно бамбук останется в моем сердце навсегда либо я все-таки посажу еще один сорт какой-нибудь типа вивокса на мой взгляд это один из лучших бамбуков красивых которые могут у нас расти но фатиня тоже меня радует очень хорошо растет быстро выглядит так прекрасно еще и до сих пор меня и не было нового не вот она выходила прекрасные зимы я до этого много сомневался что она будет у нас хорошо зимовать теперь уже не сомневаюсь после ваниных результатов очень хорошо себя показала великолепно я не знаю почему у нас нигде не применяют в городе вообще кроме вани ни у кого фатине ни разу не встречал хотя в лето их продают явно кто-то покупает в частные сады в озеленение города вообще нигде не видел на придомовых территориях нигде не встречал очень недооцененное думаю растение ну либо очень много люди про него еще не знают хотя в краснодаре продается на каждом углу в любом садовом центре стоит относительно очень дешево так как легко черенкуется много видов ее существует очень классное растение надо его продвигать очень сильно вот так фатия у меня пострадала прошлой зимой подмерзла хотя она была более высокая я не стал ее жалеть взял отрезал чтобы более пушистая она получилась потому что на стволе начали вылазить почки стволы такие были редкие решил ее сделать более густой поэтому не стал жалеть обрезанные но теперь как-то так выглядит тис не стал встреч в этом году ну так прирасти хочу стал повыше так аспидистра вот так неплохо наросла очень классно выглядит вообще безумно нравится мне самый любимый ресорт этого регатный но я его посадил в прошлом году в горшок испытал горшке горшке зимой она не зимует запомните она классно выглядела всю зиму но весной она отгнила и все больше не взошло вот у меня есть один и представителю так вот мучается тут потому что сильно загустил кофе погон она очень красивая вот если где-то подвернется хорошие экземпляры я еще конечно люблю досажу себе потому что зеленая так эффектно вот не выглядит как в арегатное вот так мы и папоротники тут выглядят папоротники очень мне тоже нравится это такая притяненная мне одна клумба есть поэтому здесь пытаюсь развивать вот это уже сама сев мой то есть от вот этого папоротника вечно зеленого посеялись вот они второй год растут такие маленькие но уже прям становятся заметны прям радует хочу чтоб сама такая природная клумба стала у меня вот еще дофнафилу посадил вместо банана банан мне тоже очень раз и безумно до сих пор нравится но так как он сильно стал разрастаться клумба очень маленькая тут было мне пришлось его убрать и еще его очень сильно било ветром у нас поэтому я решил хотелось самое вот это у меня за такое место которое не подвержено ветру но все равно осенью очень сильно страдал решил посадить сюда дав на филу хочу чтобы здесь выросла вечно зеленое красивое дерево более но от петров зимних максимально защищено это место думаю зимовать должно лучше вот испытающий второй этот пассажер тут видите листья у него сильно отличаются от того посмотрим кто из них будет лучше зимовать явно это два разных вида не могу определить кто из них кокосить потому что информация в интернете очень мало относительно очень редкое растение вот имеет такой тропический вид особенно зимой очень круто выглядит поэтому но этого черешки только начали краснеть видите потом уже покраснели а на этом только начинает он очень красиво смотрится да у него красные чешки вот эти но они краснеют только зимой летом они зеленые не такие эффектные поэтому примут хочу чтобы выросла тут место банана такое дерево красивое за лето дал небольшой прирост посмотрим как на следующий год если не пострадали будет расти а у кубы тоже неплохо приросли такие вот здоровые теперь стоят без банана теперь лысовато а у кубы немножко уже раскрашивают тис неплохо подрос вот этот я его застригаю делаю с него такую пирамидку красивую чтобы зимой можно было красиво его наряжать чем мне нравится тис и что они зимой не меняют цвет как ту и не становится коричневые и одно из медленно растущих растений легко ухаживать то есть одной обрезки весной хватает тут и все потом такие минимальные прирост на днем короче ухаживать очень очень легко за такими растениями раз подрастет сформируем и все вот сегодня было около ноля фикус пока выглядит неплохо не прихватило но думаю уже пора заносить домой не надо экспериментировать хотя вот видите на крыше еще и не лежит где солнце не пропало было точно около 0 к пойдемте вам еще покажу наверно бег но не усвоим бег но не сейчас выглядит вот вот так вот весной очень обильно цвела прям нереально круто по моему видео я выкладывал бег но не отдельно как она цвела вообще суперское растение единственный минус от относительно охоте она не агрессивная но более крупная конструкция нужно конечно для кустов особенно 2 тут посажены два куста бег но не уже перерастает но опять же у меня тут росла раньше роза она росла более агрессивно намного приходилось несколько раз ее обрезать это приходится слегка формировать она тоненькие веточки приятные свисают те кто раньше не видел мои видео я показывал это очень редкое растение очень красиво обильно цветет вечно зеленая зимой выглядит вот так же вот сейчас осенью у обновляются листья частично вот так желтеют то есть процентов но я обращал внимание 20-30 листьев вот у нее вот так вот желтеет тут я уже часть поздувал ветра дуем вот сейчас именно она скидывает еще весной может быть чуть-чуть будет скидывать листья но в основном у нее обновление листьев происходит так осенью то есть вот эти листья сейчас то что желтеют они опадают остаются в зиму остальные листья которые этого года прошлогодние опадают вот зимует вот так вот прекрасно из цветущих лиан вечно зеленых наверное это самая морозостойкая лиан будет лигнония вот сейчас еще осенью она цвела она цветет осенью не обильно но цвела над я на днях я чуть-чуть обрезал обрезал на остатки цветов короче растение нереально классно тот кто любит лианы обязательно садите очень выносливая в принципе показал практически все видео получилось очень длинной те кто досмотрел до конца да не забывайте знаете вам нравится мои видео кто смотрит их так долго ну и всем пока